Недостаток микроэлементов Термин биологически активная добавка БАД появился в 1934 году Первый подобный препарат был изготовлен Карлом Рейнборном В Европе и Америке БАДы активно применяют в 70-х годах прошлого столетия В России этот нетрадиционный метод лечения используют чуть более 10 лет Честно говоря, практически здорового сейчас, если я как врач-педиатр, здорового детей Практически мизерное количество рождается И применяя эти добавки, мы ликвидируем практически рост тех заболеваний, которые возможны Которые практически могут развиться Спектр применения добавок невероятно широк Их используют в пульмонологии и кардиологии С их помощью можно предотвратить развитие злокачественных опухолей И свести к минимуму зашлакованность организма Особенно это важно для детской медицины В России порядка половины первоклассников страдают от переутомления И не по причине высоких нагрузок, а от недостатка необходимых микроэлементов в растущих организмах Количество школьников с дефицитом витаминов С, А, Е, В2 и железа ежегодно увеличивается на 3% Если будет продолжаться все такими же темпами И мы не сделаем какого-то очень ключевого решения То за ближайшие годы мы еще потеряем 7 лет продолжительности жизни Большинство врачей страны недоверчиво относятся к биодобавкам И редко прописывают их своим пациентам Это происходит потому, что на рынке медикаментов существует множество подделок Которые в лучшем случае не навредят Пользоваться можно лишь теми препаратами, которые внесены в реестр лекарственных средств Мы, доктора, мы должны быть, как сказать, новаторами И если есть что-то новое в мире, в медицине То мы должны дать эти знания людям Зарубежный опыт показывает У 90% больных, страдающих хроническими заболеваниями После начала приема БАДов проходит обострение И наблюдается устойчивая ремиссия Главное, чтобы биодобавку порекомендовал специалист-диетолог Антон Филинов, Денис Цицеронов, Вести Владимир